Как видите, ситуация усугубляется, но всё, приятно не идёт, очень чешется и не могу ни о чём больше думать. Ну что, сегодня третий день моего пребывания на море, как видите, я уже так конкретно загорела. Я сейчас нахожусь на пляже. Как я успела загореть за один день? Для меня это норма, потому что мы пришли где-то с Серёгой в пол-одиннадцатого, и через 20 минут я уже заметила, что у меня уже загорели лямки на нижнем белье. И я быстренько поднялась в номер, взяла свой SPF 25 и таким толстым слоем намазалась, но тем не менее, как видите, я так прилично подгорела. Тем не менее, я редко очень облажу, у меня не ожоги третьей степени, обычно это всё нормально проходит. Вчера мы целый день провели в Одессе, поэтому ужасно устали, и вечером, в общем-то, ничего не делали, просто пришли, поели, вырубились. Сегодня вот с утра на море. Вот Серёга пришёл, пошла я к ним. Довольно активная, учитывая то, что конец августа, но вода просто ледяная, градусов, ну, меньше 18 точно, и дальше колени мы зайти, например, не можем, потому что у меня лично фирма судороги, я не чувствую ног. Максимум я зашла по пояс и уже там чуть окунулась, вот так вот на секундочку. Очень холодная, Серёга говорит, что она просто даже не прогревается, потому что здесь какой-то поток холодный, но мне всё-таки кажется, что она прогреется ещё. В море здесь намного больше народа, чем у вчера. Вчера было ветрено и как-то пасмурно, поэтому сейчас мы идём за своими лежаками, которые мы тут оставили. Лежаки, кстати, стоят в два раза дешевле, чем в Киеве, по 25 гривен за лежак. Мы их тут вот так вот сложили и бутылочкой прикрыли, чтобы никто их не забрал. Сейчас мы тут забросимся, будем ещё лежать, смотреть на вот этот закат, да, и будем отдыхать, потому что у нас остался всего один день ещё. Ну и езжаем отсюда. И, кстати, такая классная качелька деревянная. Я тоже на ней люблю кататься. Очень холодно, у меня на ногах термолак. Сейчас я зайду в воду. Он сейчас беленький, сейчас вы видите. Ох, холодная. Оп, он уже розовенький. Видите, настолько холодная вода. Но, тем не менее, очень спокойная. Такой штиль, прям штиль. Вот там вот справа находится Одесса. Хотела вам вообще показать чайку. Вот, такие жирные, что задалека все время кажется, что это лебедь прилетел. А это, по-моему, обычная жирная чайка. Походу, здесь кормят их неплохо. Здесь очень много бычков, причём я тут ладошку. Смотрите, сколько места здесь. Кто отдыхал в Крыму, я понимаю сейчас, о чём я говорю. Когда вот тут вот не застроено никакими палатками. То есть здесь просто можно лежать и отдыхать. Здесь довольно чистый пляж. Как видите, мусора нигде нет. Я стою, и он довольно широкий. Вот. Потому что здесь стоят отели вот справа, поэтому они, в принципе, точки никакие торговые здесь не строят. Купили, наконец-то, черноморских креветок. Вот они. Они очень малюхенькие. Видите, где-то размером с майнох. Мы уже съели их. Отфига. Дело в том, что мы когда проезжали Лиман, там они их выращивают. И там такой запах, как будто вот варёные креветки. Вот. Вот она так и называется здесь, лиманская креветка. Она очень маленькая, она очень вкусная. Чистить её, конечно, геморно, но она как семечки идёт. Типа такого. Сегодня четвёртый день нашего пребывания на море. Фактически последний, потому что завтра в 4 часа мы поезжаем. У нас автобус заказан. Сегодня я даже сделала заплывчик, потому что на море как будто кажется теплее. Ну, незначительное. Но, тем не менее, уже приятно там находиться, без каких-то там супер судорог. Серёга вон там, он стоит вдалеке, пытается зайти в воду. Ну, по-самом деле, в Коплево одна из таких жёстких проблем, помимо очень мелкого моря. То есть, чтобы вам зайти по коленам, нужно пройти метров. Вот так вот, надеюсь, меня видно, потому что у меня стекло руках. Вот. Поэтому нужно, чтобы зайти и окунуться, то есть по шею хотя бы зайти, нужно пройти так прилично. И если вода холодная, то есть ты заходишь бегом-бегом-бегом, бежишь практически в глубине, а на глубине вода ещё намного холоднее, чем та, которая здесь. Так вот, ещё одна проблема Коплева, это отсутствие нормальной еды. Потому что, в общем-то, мы уже здесь много чего проходили, много каких-то более-менее приличных кафешек. Кафешек здесь много, и в том числе много приличных. Во всяком случае, они так выглядят, но половины блюд из меню у них нет. И мы в основном едим то, что хотя бы знаем, что... А вчера мы взяли какое-то такое странное блюдо, как-то оно так называется ещё. Паэлья. Паэлья, вот. Паэлья с миниами-рапанами, что-то такое. В общем, по сути, это такой довольно переваренный рис. Здесь, по-моему, из туркому, он жёлтый был. И какие-то раздробленные морепродукты. В общем, это было отвратительное, даже половина здесь. Ну, короче, никакого удовольствия. В итоге мы просто закнали пиццу и наелись в пицце. И так вот уже четвёртый день мы не можем реально найти какую-то нормальную кафешку, где можно поесть. Потому что здесь реально невкусная еда. Это я могу с уверенностью сказать. Не то, чтобы мы там уже зажрались, но как бы чего-то там стандартно вкусного здесь реально нет. Не говоря уже о рыбе, о морепродуктах, о которых здесь вообще речи не идёт. Потому что, оказывается, даже учитывая, что здесь мелкое море, то здесь должна быть рыба. Мы её видели. Здесь плавают бычки. Тем не менее, здесь нет ничего приличного такого рыбного. Даже ухи нормальные. Я даже не видела в меню. Даже здесь там есть меню, их нет в наличии. В общем, рыбы пока копчёные, какой-то там вкусно сушёные, я ещё ни разу здесь не попробовала. Так, я, наверное, пойду скрипнуть, потому что очень жарко. А у меня ещё началась аллергия. И, как вы видите, вот здесь вот всё красное, это меня обкидало уже аллергия на солнце. Это для меня норма. Причём мы уже 4 дня отдыхаем, это довольно неплохо. Обычно в первый день у меня уже конкретно обсыпает, и я не могу нормально спать. Потому что это всё чешется, это всё краснеет, это всё опухает. Тут очень шеи здесь у меня опухает. Мы загорали, по сути, только вчера. Сегодня мы сядем в таком навесной палатке. Что это? Как видите, здесь очень-очень мелко. А вот та вот точечка, сейчас я вам покажу. Вот, вон там, видите, он начал плыть. Вот, это Серёга. То есть ему там реально по пояс. Вот мужик ему по пояс. Причём, если у Серёги не метр восемьдесят, это, ну, с чем-то рост. Он там стоит спокойно по пояс. То есть, чтобы зайти, надо идти, ну, хотя бы минут пять, чтобы зайти к тёгу по поясу спокойно. Всё, видите, кто у нас на пляж пришёл загорать. Маленький хорёк. Лезет уже на покрывальце, лечься. Какой милый. Мы сейчас уже отсидели на пляже. Сейчас собрались кушать, но у меня разогралась очень жёсткая лергия. Жёсткая чесотка. Я иду на поиски аптеки ближайшей. Честно говоря, я не знаю, что покупать обычно. Я знаю, какие препараты мне нужны, потому что у меня фактически вся семья в медиках. Но сейчас, как такового средства именно от этой аллергии, я ничего не нашла. Как видите, ситуация усугубляется. Ну, всё, пятнами идёт, очень чешется и не могу не о чём больше думать. Как всегда, у меня обычно вот такой вот морской отдых заканчивается на вот такой проблеме с чесоткой ужасно. Видите, сзади мужичок едет с такой каретой на велике. У них, это сейчас здесь Коблево, я первый раз видела, что это передвижение по типу такси. То есть у них сам город, он, ну, село, скажем так, он как одна длинная улица вдоль побережья. Для того, чтобы её пройти, конечно, нужно, ну, минут сорок, наверное, чтобы дойти от края до края. Поэтому, для того, чтобы было легче, пустили вот таких вот чувачков, которые сзади, вот у них велик. И спереди они везут карету такую. Проезд стоит аж сто гривен, что, в принципе, дорого. И там ещё обычно стоят колонки и лобает какая-то мутка. Дали мне таблетки, лорат-1. Дали первый раз вот угром, потому что до этого мы или амфулы обычно наносили с мамой, или мазь какая-то была. Здесь, к сожалению, ничего такого не было. Мне предложили то, что работать, когда их мне дни можно быстрее. Короче, таблетку нужно пить на ночь. Я не знаю, как я доживу сейчас до вечера. Сейчас я почитаю инструкцию, может, как-то мне удастся быстренько это всё преодолеть. В общем, сейчас зашло солнце, утром мы сидели в тенёчке, и всё равно у меня аллергия. Ну, по крайней мере, я покупалась и немножко загорела. Хотя вон лямки от купальника всё равно осталось, как бы я что-то не делала, как бы их не двигала. В общем, в целом, здесь неплохо, но немножко уже поднадоело, если честно. Потому что, в общем-то, всем, чем пока можно, мало того, что ничего не слышно, так ещё и смотрят, я не знаю. В общем, двигаю я сейчас к Сарёме, и сегодня, наверное, пойдём прогуляемся ещё раз по городу, посмотрим на всем какие-то подарочки. Всем привет, сегодня пятый и последний день у нас на море, и уже как полчаса нам пришла смс-ка о том, что наш автобус на рейс обратно в Киев отменили.